Добрый день, уважаемые участники тренинга по мониторингу, прогнозированию, смягчению последствий засух на основе лучших международных отечественных практик на национальном и местном уровне. В предстоящие 40 минут мы с вами поговорим о возможностях прогнозирования засух, является одним из важных компонентов по управлению и смягчению рисками, ущерба от засух, который, как известно, может быть очень существенным для различных отраслей экономики, социальной сферы. И в этом отношении от качественного, своевременного прогноза с необходимой заблаговременностью на период, необходимый для принятия смягчающих мер, является очень актуальным, важным. И сейчас, позвольте вам представить некоторые результаты проведенных нами исследований. Сейчас выведу на экран презентацию, я надеюсь, всем ее хорошо видно. Название презентации «Гидродинамическая модель раннего предупреждения засух на основе гидродинамического моделирования режима экстремальных температур и индексов атмосферной засушливости». На данном слайде вы видите план презентации. В целом, цель проводимой нами работы заключалась в разработке проекта методики комплексирования результатов агрометеорологического прогнозирования на основе интеграции имеющихся моделей подходов прогнозирования для практической реализации единой автоматизированной системы мониторинга и прогнозирования засух. Для достижения данной цели решались следующие задачи, а в частности, были рассмотрены основные подходы к проблеме прогнозирования засух, в том числе в региональном аспекте. Оценена степень актуальности проблем засух в регионе Центральной Азии. Проведен анализ возможностей информационного обеспечения параметризации моделирования засух, а также оценены возможности комплексирования результатов прогноза засух на основе интеграции имеющихся моделей подходов для целей управления. Как я уже сказал, в этой презентации приведены результаты применения гидродинамических моделей для целей прогнозирования засух на основе региональной предсказуемости. В частности, можно сказать, что средние за многолетний период оценки качества прогнозов дают лишь общее представление о предсказуемости индексов, которые параметризуют засушливость, в частности, SPI, GTK. И в зависимости от сезона, регионы и режима атмосферной циркуляции, качество прогнозов сильно колеблется или варьирует. При общем довольно скромном уровне качества долгосрочных прогнозов в отдельных случаях степень предсказуемости может значительно повышаться. Ну и идентификация такого рода факторов, на фоне которых качество прогнозов повышается, является одной из важнейших задач долгосрочных метеорологических прогнозов. В контексте определения источников долгосрочной предсказуемости большое внимание уделяется низкочастотной изменчивости атмосферной циркуляции, с которой связаны сложные динамические феномены типа атмосферного блокинга, южного колебания явления Эль-Ниньо, осцилляции Мадлена-Джулиана, которые изменяются гораздо медленнее, чем текущая погода, и которые связаны, связывают регионы земного шара через систему телеконнекшн. В частности, в работе рассматривалось влияние мод циркуляции восточно-европейского колебания и евразийского колебания на предсказуемость индекса SPI на примере конкретного случая. В данном случае брался июль 1989 года. На территории Казахстана в этот период отмечалась сильная засуха. В центральных районах страны за весь месяц выпало менее 1 мм осадка. Среднее месячное значение индекса восточно-европейского колебания и евразийского колебания в июле, рассчитанное на основе полей геопотенциала поверхности 500 гекта паскалей, составили соответственно 1,17 и 0,87. Для положительной фазы индекса восточно-европейского колебания характерно усиление меридиональной составляющей атмосферной циркуляции на территории Западной Сибири и Казахстана. При этом сибирский антициклон усиливается и распространяет свое влияние на территорию Казахстана. Благоприятствующим фактором для реализации и развития засухи являлась положительная фаза евразийского колебания. На фоне формирования длительных положительных устойчивых аномалий атмосферной циркуляции, ну и фактически, что привело к формированию блокирующего режима, степень предсказуемости индекса SPI повышалась в отдельных регионах до уровня сильной и даже экстремальной засухи. Вот на слайдах вы можете видеть карту пространства распределения индекса SPI, полученную по данным реанализа и исторических прогнозов. Ну и значение критерия, которое оценивало качество прогноза, было рассчитано по данным 40 станций, расположенных на территории Казахстана, для категории SPI меньше минус один и SPI меньше минус полтора. Значения этого критерия составили, соответственно, 0.71 и 0.55, что свидетельствует о способности модели предсказывать не только среднюю, но и сильную засухи. Данные выводы подтверждают прогностическую ценность блокинга, однако требуют дополнительной проверки с использованием большого объема данных и специальных методов статистического анализа экстремальных типов распределения. Сейчас я хотел бы сказать несколько слов о проблеме моделирования экстремальных значений засух, чему посвящена довольно обширная литература. Анализ показывает, что во всех случаях явления засухи ассоциируются с экстремальными значениями приземной температуры и осадка. При исследовании экстремальных характеристик возникает множество проблем, как принципиального, так и методического характера. Во-первых, это касается самого определения экстремальных характеристик. В наставлениях метеорологических служб приводятся разнообразные конкретные пороговые значения, выделяющие разные степени аномальности величин, процессов и явлений. Во-вторых, при использовании статистических методов в условиях акданичных выборок возникают сложности с выбором инструментария, позволяющего получать устойчивые оценки. И, наконец, в-третьих, экстремальные характеристики представляют большую трудность для гидродинамического моделирования и прогнозирования и требуют специальный статистический набор оценок для верификации модели общей циркуляции атмосферы. Ну и, конечно же, следует отметить, что экстремальные события имеют разные пространственно-временные масштабы и обусловлены различными физическими процессами. Существуют различные, весьма противоречивые точки зрения на причины погодных экстремумов. Некоторые авторы связывают появление и развитие устойчивых аномалий атмосферной циркуляции и связанных с ними погодных экстремумов с орографической неустойчивостью. Другой подход с основным механизмом низкочастотной изменчивости считает баротропную неустойчивость среднего потока. Ряд авторов подчеркивают важную роль вихри синаптического масштаба. Помимо внутренней динамики атмосферы исследуется также роль внешних факторов, прежде всего температуры поверхности океана. Остается открытым вопрос о роли естественной изменчивости климатической системы и антропогенных факторов формирования экстремальных метеорологических величин и их пространственно-временной изменчивости. На месячных и сезонных интервалах времени на основе анализа глобальных и региональных данных, гидрометеорологических наблюдений и реанализа прослеживаются связи погодных экстремумов с низкочастотной изменчивостью системы океана и атмосферы и режима атмосферной циркуляции. При этом природа режима атмосферной циркуляции и экстремальных явлений погоды активно исследуется с помощью гидродинамических моделей различной степени сложности, в том числе ансамблевых гидродинамических систем. Для идентификации режимов атмосферной циркуляции, выделения крупномасштабных структур и связанных с ними экстремальных величин широко используются методы автоматической классификации, в том числе тюбинга и факторного анализа с вращением. В последние десятилетия новым важным источником информации об экстремальных метеорологических явлениях стали гидродинамические системы, основанные на использовании ансамблей. Методологическое использование ансамблей прогнозов или ансамблевых прогнозических систем обосновывается неизбежными ошибками в оценках начального состояния и несовершенством разработанных гидродинамических моделей. К этому добавляется, как правило, фундаментальное соображение относительно неустойчивости атмосферных процессов, неточность знаний и несовершенство моделей проектируется на неустойчивость потока. Так как с математической точки зрения задача является краевой, то к перечисленным факторам можно добавлять также ошибки в описании границ. Как правило, в качестве переменных границ рассматриваются поля температуры поверхности океана. Разброс траекторий, полученных с помощью ансамблей, позволяет судить о возможных сценариях развития атмосферных процессов и экстремальных явлений. И, конечно же, использование ансамблей гидродинамических прогнозов совместно с данными наблюдений позволяет расширить спектр методов исследования проблемы экстремальных метеорологических явлений и поставить вопрос об их статистической предсказуемости. При исследованиях экстремумов или выбросов независимых одинаково распределенных случайных величин используются выводы известной теоремии Гнеденко об экстремальных типах распределений, полученных в 1943 году. Многочисленные примеры широкого применения этих результатов приведены в ряде работ, в которых подробно исследуется новый тип экспоненциального распределения. При этом, помимо общепринятых средних медианы, моды и математического ожидания, был введен новый тип средних, получивших название характеристического экстремума. Для анализа экстремальных величин предложено также две новые статистические функции – интенсивность и период повторяемости. Со свойствами экстремумов неразрывно связаны проблемы превышений и выходов за высокие уровни или положительных или отрицательных выбросов при пересечении некоторого уровня снизу или сверху. Распределение экстремальных величин могут использоваться при моделировании и прогнозе экстремальных событий, например, засух, наводнении, экстремальных температур, осадков и других метеорологических величин. При этом, во многих работах показано, что теория дает лучшее согласие для разности аномалий различных величин, например, температуры, чем для самих максимальных значений. Следует отметить, что применение параметрических методов предполагает априорное знание теоретического закона распределения исследуемой величины или его определения по эмпирическим данным, что обусловливает необходимость проверки согласованности эмпирических данных и выбранного теоретического закона. Однако, при имеющихся объемах данных трудно получить статистически устойчивые оценки основных характеристик процесса. Наличие больших архивов, модельных расчетов и реанализы отчасти решает поставленную задачу, хотя и не снимает полностью проблему значимости полученных оценок. Так как выборочный эффект иногда значительен, приходится использовать робастные статистики, разного рода рандомизации, а выводы формулировать в терминах разведочного анализа. Трудности в определении априорных распределений заставляют прибегать к непараметрическим методам оценок положения и растения, используя такие характеристики, как медианы и квантильные размахи. Так, например, в работе авторы отмечают, что определение и выделение выбросов экстремальных величин производится на основе квартильного анализа и пороговых значений. Таким образом, в вопросах, касающихся климатической изменчивости и экстремальных явлений погоды, еще много неясного. Сложность проблемы определяет необходимость комплексного подхода к исследованию ЗАСУ с использованием гидродинамических, статистических и синаптических методов. Сейчас позвольте познакомить вас непосредственно с той моделью общей циркуляции атмосферы, которая была использована для прогнозирования ЗАСУ на территории Республики Казахстан. Эта работа была выполнена совместно с Гидрометцентром России. И для реализации поставленных задач использовалась полувагранжевая глобальная конечно-разностная модель общей циркуляции атмосферы, ее аббревиатура ЛАВ. На самом деле, полувагранжевый метод, который использован в основе этой модели, представление адвекции, позволяет использовать в модели шаг во времени в несколько раз больше, чем шаг, определяемый уравнением куранта. В настоящее время подавляющее большинство глобальных гидродинамических моделей прогнозов погоды основано на полувагранжевом подходе. В качестве базового уравнения используются уравнения для вертикальной компоненты абсолютной завихренности. Особенностью блока решения уравнений динамики атмосферы данной модели является применение конечных разностей четвертого порядка на несмещенной сетке для аппроксимации неадвективных слагаемых уравнений и использование вертикальной компоненты абсолютного вихря и дивергенции в качестве прогностических переменных. Блок решения уравнения динамики атмосферы представлен в ряде работ, а численные методы горизонтальной дискотизации модели также довольно хорошо изучены. Модель включает в себя набор параметризации процессов подсеточного масштаба, в частности учитывается короткая длинноволновая радиация, глубокая и мелкая конвекция, планетарный пограничный слой, торможение гравитационных волн, параметризация тепло- и влагообмена с подстилающей поверхности. Версия модели ПЛАВ, предназначенная для сезонного прогноза, имеет разрешение 1,4 градуса по долготе, 1,1 градуса по широте, имеет 28 сигма уровней по вертикали, шаг по времени составляет 36 минут. Ну и выполнены численные эксперименты с полулагранжевым моделью атмосферы по расчету ретроспективных сезонных прогнозов согласно протоколу международного эксперимента, нацеленного на оценку практической предсказуемости на сезонных временных масштабах. В качестве начальных данных и для верификации экспериментов применялись реанализы. При расчете прогнозов по этому протоколу не использовалась никакая информация из будущего меняющейся в ходе прогнозов поле температуры поверхности океана задавалась с использованием простой схемы эволюции температуры поверхности, океанической поверхности. Подробные методологии экспериментов по сезонным прогнозам описаны в ряде работ. Ну и качество прогнозов современной версии модели, которые генерируют 20 членов ансамбля на месячных и сезонных интервалах времени, вполне удовлетворительны. На следующем этапе выполнялось прогнозирование непосредственно атмосферной засушливости. Для этого была создана необходимая файловая база данных, которая состояла из фактических, ретроспективных, климатических и прогностических данных, которые были организованы в виде упорядоченных набора файлов, распределенных в различных каталогах в соответствии с их функциональным назначением. Смысловая и временная привязка файлов с данными обеспечивалась соответствующей мнемоникой их имен. Во всех наборах файлов, являющихся входными для системы вероятностного долгосрочного прогноза, в качестве основного формата был принят бинарный формат. Численная модель работает в оперативном режиме. Текущие и ретроспективные расчеты прогнозов проводятся еженедельно на 63 суток, а два раза в месяц на 135 суток. Постпроцессинг модели формируется в выходных файлах 68 высотных и поверхностных полей метеоэлементов на глобальной широтно-долготной сетке с разрешением 1,5 на 1,5 градуса. Структура информационной базы данных приведена на следующем слайде. Основным требованием разрабатываемой базы данных является обеспечение информационных нужд схемы прогноза атмосферной засушливости на территории Республики Казахстан. Среди основных этапов разработки схемы можно было выделить диагноз климатической системы, во-первых, далее гидродинамический прогноз на месяц и сезон, обработку результатов гидродинамического прогноза, формирование выходной, числовой, текстовой и графической продукции, распространение продукта по локальным и глобальным сетям и верификации прогностической системы и текущий мониторинг качества. Для решения данных задач проводилось временное осреднение и интерполяция исходных полей в широтную долготную сетку с разрешением 2,5 на 2,5 градуса на глобусе. При этом выбирались 5 метеорологических величин, высота изооборической поверхности, атмосферное давление на уровне моря, температура воздуха на уровне 2 метра и изооборической поверхности 850 гектапаскали, а также осадки. Полученные данные по локальной сети закачивались на сервер долгосрочных прогнозов, где они архивировались. Структура информационной базы осредненных прогностических данных на сервере в долгосрочных метеорологических прогнозах приведена в следующей таблице. Эталонными полями, с которыми сравнивались результаты гидродинамического моделирования, служат среднесуточные значения основных указанных ранее 9 метеорологических величин, полученных на основе архива реанализа четырехслойных полей на сетке 2,5 на 2,5 градуса на глобусе. Для более детального анализа привлекались поля реанализов с большим пространственным разрешением на сетке 1,5 на 1,5 градуса на глобусе. В качестве основного массива фактических данных использовался архив среднесуточных значений температуры воздуха в НИГМИ МЦД для станций, расположенных на территории Казахстана. Архив дополнен станционными данными до настоящего момента времени. В настоящее время пополнение архива осуществляется регулярно один раз в месяц. Общая реализация базы данных показана на данном слайде. Для характеристики состояния океана использовались данные о температуре поверхности океана. Аномалии температуры поверхности океана в узлах регулярной сетки 1 на 1 градус, полученные из архива средних недельных данных реанализа. Средненедельные данные интерполированы на среднесуточные с помощью известного метода. Аномалии температуры поверхности океана определялись относительно годового хода средних суточных, а для выделения крупномасштабных составляющих полей аномалии температуры поверхности океана использовался метод главных компонентов или разложения по эмпирическим ортогональным функциям. В головной директории размещались программные средства, предназначенные для копирования унифицированных файлов, составления маски отсутствующих данных в эталонном наборе, расчета аномалий по всем 9 переменным модельных и фактических данных, формирования ансамблей, их средних стандартных отклонений, терцилий и визуализации результатов с помощью прикладного пакета GRAZ. Отметим, что для всех промежуточных и результирующих файлов составлены файлы описания пакета GRAZ, которые при желании можно использовать в выполняемых задачах. Такого рода потребность возникает при построении некоторого сценария развития крупномасштабных аномалий, как это делается в ансамблевых среднесрочных прогнозах на основе стампов. В сезонном прогнозе с месячной детализацией внутрисезонные перестройки, естественно, рассматривались на фоне крупномасштабных аномалий температуры поверхности океана, проявляемых, например, в фазах льнению. Предусмотрена статистическая обработка данных с использованием таких современных средств, как MATLAB и статистический R-пакет. Технологический комплекс, предназначенный для расчета характеристик атмосферной засуществости, приведен на слайде, который сейчас перед вами, функционирует в рамках технологической линии долгосрочных метеорологических прогнозов на месяц и сезон среди операционной системы Unix. Перевод технологии вычислений из среды операционной системы Windows на сервер вызвано рядом причин, а именно необходимостью расширения оперативной памяти для развития схемы долгосрочного прогноза и возможностью работы различных пользователей с прогностическими данными. Вычислительное ядро схемы долгосрочного прогноза и метеорологических условий в настоящее время составляет глобальная гидродинамическая модель общей циркуляции атмосферы. Обмен данными результаты интегрирования моделей передаются по локальным и глобальным линиям связи. Модель генерирует 20 членов ансамбля по начальным данным реанализа с использованием техники брендинга, выращивания быстрорастущих мод. Граничными условиями служат начальные аномалии температуры поверхности океана в течение всего прогностического периода. 20 вариантов прогностической системы ПЛАВ рассчитываются в конце каждого месяца после обновления данных о температуре поверхности океана. Комплекс программ построения детерминистического вероятностного прогноза написан на языке Фортран и Грац, управляется пакетом заданий. Первым заданием является настройка системы на работу с результатами прогноза в текущем месяце и сопредельной заблаговременностью прогноза, которые задаются в файле входных параметров. На следующем слайде приведен пример набора входных параметров для настройки работы схемы прогнозов в соответствующем файле. Следующее задание общего пакета управляют обработкой прогностических климатических данных, данных ретроспективных прогнозов, в автоматическом режиме также осуществляется архивация, необходимая для работы прикладных задач, упаковка в код, грипп для передачи в климатические центры и визуализация данных, прогностических данных. Визуализация данных выполняется в графической среде Грац. В рамках технологической линии долгосрочного прогноза созданы архивы индекса засушливости Дмитрия Антоновича Педя, характеризующих атмосферную засушливость. В качестве исходной информации при расчете индексов использовались исторические прогнозы полей температуры воздуха, приземной температуры воздуха и осадков с месячной 1, 2, 3, 4 месяца и сезонной 1, 3 месяца за благовременностью, за период изучения, полученные на основе глобальной полулагранжевой модели, разработанной в Институте вычислительной математики РАН совместно с Гидрометцентом России, эталонными объектами, с которыми сравниваются результаты гидродинамического моделирования, служат поля среднемесячных данных о температуре и осадках, полученные на основе архива реанализа четырехсрочных полей на сетке 2,5 на 2,5 градуса, взятых за тот же период, за изучаемый период. В итоге реализован комплекс программ, предназначенный для верификации прогностических значений индексов атмосферной засушливости, а также для работы с базами данных. Какая же выходная продукция получается вследствие реализации этой модели? Значительная часть запросов потребителей связана с долгосрочными прогнозами различного рода экстремальных погодно-климатических явлений, которые являются серьезной угрозой для населения и экономики. Можно ли говорить о ранных предупреждениях, об экстремальных явлениях при нынешнем уровне успешности месячных и сезонных прогнозах? Исследования последних лет выявили ряд важных потенциальных источников внутрисезонной предсказуемости, часть из которых мы рассмотрели выше, которые дают надежду на прогресс в этой области. На рисунке 4 приводятся прогностические карты пространственного распределения индексов атмосферной засушливости Дмитрия Антоновича Педя на октябрь, ноябрь, декабрь и январь, а также на сезоны октябрь, декабрь и ноябрь. В соответствии с результатами наблюдалась на рассматриваемых территориях наблюдалась средняя засуха, сильная и очень сильная засуха. С отрицательными значениями этого индекса ассоциируется избыточное увлажнение. Как мы можем видеть из анализа этих слайдов, индекс атмосферной засушливости является интегральной характеристикой, которая учитывает и температурный режим, и осадки. Однако качество прогнозов осадков для большинства атмосферных моделей, как правило, намного хуже качества прогнозов температуры. Это связано с тем, что в гидрологическом цикле формирования осадков участвует огромное количество разномасштабных, взаимовлияющих геофизических факторов, что существенно затрудняет и наблюдение, и статистическую обработку, и прогнозирование, и даже саму оценку качества прогнозов данного метеорологического параметра. В связи с этим представляется вполне разумным и целесообразным при составлении прогноза атмосферной засушливости ориентироваться не только на прогнозы индексов Педя, но и на вероятностные прогнозы аномалии приземной температуры воздуха и осадков, которые представлены на следующих слайдах. Эта информация пользуется спросом благодаря тому, что не требует привязки к каким-то пороговым значениям и пригодна для анализа различных параметров ветер, осадки, температура круглый год в глобальных масштабах. В то же время привязка к модельному климату позволяет учитывать сезонные особенности и региональную специфику. По данным ретроспективных прогнозов, за 28-летний период модели общей циркуляции атмосферы Плав получены оценки средней климатологии и систематических ошибок ее воспроизведения для некоторых видов гидрометеорологических экстремумов полей приземной температуры воздуха. Результаты расчета, ошибок, а также индексы продолжительности волн тепла для августа приведены на рисунке, который помещен на данном слайде. В соответствии с рекомендациями, разработанными группой экспертов по коммуникационным вопросам методологического обслуживания населения в рамках программы Всемирной метеорологической организации по метеорологическому обслуживанию населения и на совещании экспертов в Шанхае, необходимо доводить до конечных пользователей информацию о неопределенности и достоверности прогнозов, которая во все больших объемах предоставляется системами ансамблевого прогнозирования и другими системами вероятностного прогноза. Информация, которая представлена на рисунках, которую мы только что посмотрели, должна применяться конкретным регионам с учетом предсказуемости метеорологических процессов, региональных климатических особенностей и качества современных моделей общей циркуляции атмосферы. Таким образом, результаты, которые мы только что рассмотрели, говорят о том, что в целом использование гидродинамических моделей для прогнозирования засуга дает неплохие результаты. Эти модели позволяют прогнозировать не только непосредственно сами значения температуры, приземной температуры воздуха и среднего значения атмосферных осадков, но и прогнозировать индексы, которые параметризуют атмосферную застушливость. Но в данном случае мы говорили о индексе Дмитрия Антуановича Педя, но эти же модели позволяют прогнозировать индексы ГТК, SPI. И в целом эта система могла бы быть использована в Казгидромете, в оперативной практике на основе взаимодействия с Гидрометцентром России. Важным элементом реализации всех этих моделей является оценка качества, качество прогнозов параметра атмосферной застушливости. Этому будут посвящены, посвящена следующая презентация после обсуждения результатов и короткого перерыва. Большое спасибо за внимание.